В Бендерах до конца года высадят около 7 тысяч роз. В течение месяца, пока нет заморозков, они появятся по всему городу. Яна Раховская с подробностями. Когда-то у Бендер был титул города роз. Клумбы были повсюду. Вдоль дорог, в каждом сквере и парке. А славу эту цветочную в Бендерах намерены вернуть. Только в этом году высадят около 7 тысяч кустов роз. На каждой улице были розы. Даже мои воспоминания с детства были очень красивые, крупноцветковые розы. Потом, не знаю по каким причинам их выкорчевали. Даже на нашем старом гербе символ был роза. Поэтому хочется, чтобы слава наша продолжалась и возобновлялась. Это клумба при въезде в микрорайон Солнечный. Здесь самая оживленная трасса. Все, кто въезжал в город раньше, всегда встречали розы. Прошли годы и пора сажать новые. Розы тут будут трех сортов с королевскими названиями. Примадонна, эльватор и раперло. Оранжевых, кремовых и ярко-розовых оттенков. Осенняя посадка считается наиболее благоприятной посадкой для розы. Да, сейчас роза успеет прижиться немножко. До заморозков еще есть время. Роза наиболее устойчива к вредителям, к болезням. Ну и царица цветов, что сказать. Смотреть, как высаживают розы, это, конечно, хорошо, но помочь все же лучше. Расскажите, пожалуйста, девушки, как правильно сажать розы? Ну, сначала нужно выкопать луночку для розы. Берем нашу розу, кладем. Как считаете, хорошо? Да, хорошо. Можно вашу команду меня брать? Можно. Клумбы появятся в спальных районах. Пышно зацветет и центр Бендеру. Дома культуры будет музыкальный сквер с розовыми клумбами. Розы – цветы долговечные. Украшать город они будут как минимум четверть века. У нас уже есть печальный опыт, когда у нас пропадало очень много роз. Поэтому обращение к жителям города. Мы делаем это для вас, чтобы у нас было красиво. Пожалуйста, поберегите и розы, и наш труд. Высадить розы планируют в течение месяца. Хотят успеть, пока нет морозов. Еще доказано, если регулярно гулять вдоль розовых клумб и вдыхать их аромат, то спокойнее и доброжелательнее становишься. Настроение поднимается в разы и от вида роз, и от их аромата. Кстати, эти красавицы зацветут в конце мая и будут радовать горожан все лето. Яна Раховская и Владимир Погоня. ТСВ.